добрый день дорогие друзья сегодня мы поделимся с вами как правильно практиковать интервальное голодание вообще что это такое за зверь такое интервальное голодание но безусловный тренд среди всех кто ведет вечный бой с лишними килограммами позволяющий есть и худеть это интервальное голодание интервальное голодание получил свой кредит доверия как среди медицинских специалистов диетологов так и среди тех кто его придерживается эксперты утверждают короткое голодание продолжительностью в несколько часов заставляет наше тело сжигать жировые запасы и так что такое вообще интервальное голодание и как его можно применять вообще интервальное голодание изобретение не новое его впервые применили в аюрведе традиционная система индийской народной медицины создана была 4000 лет назад поэтому смело можно утверждать что люди издавна были приспособлены к ограничениями в еде течение времени медицинские специалисты и диетологи изучали такую систему более досконально и пришли к выводу что это не только безопасно но и очень эффективно пятиразовые приемы небольшого количества еды которые пропагандировались как самый правильный режим питания они отошли на задний план позволяя девушкам нашим красавицам не переживать о пропущенном завтраке или ужине рост популярности интервального голодания пожалуй связан с доказательством ее действенности с научной стороны частности в 2016 году если на вриус уми получил нобелевскую премию за описание механизмов аутофагии то есть естественного процесса регенерации то есть восстановление очищения на клеточном уровне его исследование объясняет как клетки избавляясь от отработанных материалов замедляют развитие многих заболеваний начиная от сахарного диабета и кончая болезни альцгеймера роль голода в этом процессе она одна из основных потому что именно нехватка питательных веществ в организме и активизирует как раз вот этот процесс аутофагии как работает интервью на голодание очень простой предельно простой принцип первые 24 часа без еды в это время организм перерабатывает гликоген то есть запасы глюкозы который не превышает 2500 калорий из-за снижения уровня глюкозы в крови печень посылает наш мозг или в наш компьютер сигнал о том что нету горючего и организм переходит на укрепление жира то есть изменяется обмен веществ в свою очередь жир расщепляется на кетоны которые и заменяют глюкозу какие правила интервального голодания ну во первых к нему необходимо конечно подготовиться до начала практики лучше отказаться от кофеина содержащих напитков и курение но от курения вообще надо отказываться само собой так как курение провоцирует и кофеин содержащие продукты провоцирует голод и изменяет метаболизм следует откорректировать конечно и потребляемые калории снизив их количество среднем до полторы тысячи или 1700 больших калорий день и второй принцип это стоит пройти конечно обследование у специалиста исключив наличие дефицита полезных нутриентов в крови витаминов минералов то есть и убедиться в отсутствии хронических заболеваний сбалансировать режим сна и отдыха до оптимальных спать не менее 7 часов в сутки укладываться до 12 часов ночи об этом тоже говорили наших видюшках и в третьих стоит немного умереть свою физическую активность если вы фанат интенсивных ежедневных тренировок то это время лучше про них забыть также не стоит делать интервальное голодание своей единственной диетой и безугоризненно придерживаться и на продолжение на протяжении всей жизни своей начинать вхождение в практику лучше самой простой схемы 16 и 8 когда принимать пищу можно всего 8 часов в день это оптимальный вариант для тех кто боится чувство голода при таком режиме исключить придется лишь один прием пищи например ужин для начала такую голодовку в кавычках следует практиковать один-два раза в неделю следующий уровень 24 часа без еды а те кто самые продвинутые с фанатизмом конечно кто вот интервал может увеличить до 36 часов лучше следить за рационом между голоданием также конечно строгих ограничений нет и можно баловать себя как сладеньким так и жареным то бесспорно конечно приятно но для достижения наилучшего результата она придерживаться правильного питания и потреблять достаточно белков так как они являются важным строительным материалом для клеток и белковая пища она хорошо насыщает и долго переваривается также стоит помнить что отказ от еды не означает отказ от жидкости наоборот при голодании необходимо пить как можно больше чистой воды и полностью предотвратить обезвоживание организма так как это приводит головным болям замедляет процесс детоксикации поведения токсинов снижает тонус мышц и кожи не пугайтесь если первый раз вы будете испытывать неприятные ощущения поскольку голодание это стресс для организма поэтому это совершенно нормально однако стоит прекратить практику если вы чувствуете боли в желудке и головокружение слабость и другие настораживающие симптомы которых раньше не было какие преимущества отказа от еды при правильном подходе голодание помогает не только корректировать и поддерживать вес но и улучшать метаболизм а также ускоряет мозговую деятельность так вот даже при отказе от еды ощутимо поднижается уровень сахаров в крови понятно что крайне важно людей имеющие высокий риск заболевания диабетом для здорового человека такое уменьшение сахара в крови положительно сказывается на работе почек поджелудочной железы на состоянии сосудов и ускоряется обменные веществ или метаболизм улучшение мозговой деятельности связано с высвобождением огромного количества энергии которые происходят благодаря расщеплению жировых запасов а грелин это гормон голода способствует регенерации нервных клеток которые участвуют в процессах памяти также существует исследование научное доказывающие что голодание может стать ключом к замедленному старению рестрикция калорий то есть уменьшение числа калорий активирует теломеразу такой фермент восстанавливающий теломеры а следовательно замедляет процессы старения ну почти век назад опыты с ограничением калорий проводились на наших бедных друзьях крысах благодаря ему показалось что снижение количества потребляемой еды увеличивала им жизнь на 15-20 процентов какие есть противопоказания при большом списке преимуществ у него имеется и много противопоказаний например интервальное голодание совершенно запрещено большинству людей заболеваниями желудочно-кишечного тракта поскольку им необходимо питаться регулярно также несмотря на необходимое соблюдение диеты с низкой калорийностью людям с сахарным диабетом не следует приступать такой практике категорически голодание более 12 часов противопоказано беременным кормящим женщинам а еще больным онкологическими заболеваниями хотя есть мнение это поддерживается что голодание является одним из способов облегчения протекаемой болезни но научного подтверждения эффективности такой нет не существует необходимо быть осторожным если у вас постоянно пониженное давление гипотония склонность гипотонии при снижении уровня глюкозы могут стучаться обмороки ну и конечно стоит быть на связи и постоянно консультироваться с вашим лечим врачом если вы решили ввести голодание в практику особенно если у вас планах отказ от еды больше чем на сутки значит прежде всего необходимо сдать анализы сдать анализ крови ценить уровень гемоглобина ферритина калия магния глюкозы витамина b12 и d так как интервальная голодание может ухудшить все эти показатели а если какие-либо из минералов витаминов уже находятся уже в дефиците у вас то для начала их необходимо восполнить так что это очень спорные моменты надо их учитывать а сегодня это все как всегда будем здоровы